Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. И в ваших приемниках. В общем, он тоже виновник именно этого эфира в каком-то смысле. Друзья, встречайте, пожалуйста, у нас в гостях парфюмер, актер Сергей Губанов. Всем добрый день. И компаньон Сергей Алексей Хринцов. Здравствуйте всем. Здравствуйте, ребят. Спасибо большое, что вы пришли. Заявлен был Митя у нас также в анонсе, но не случилось, не смогло. Однако нам придется поговорить про него. Дело в том, что специально для Митя Фомина Сергей, Алексей, в общем, компания Губанов и Уфую выпустили духи парфюмера. Духи аромат. Друзья, если помогут нам операторы, покажут вот эту замечательную коробочку. И действительно, очень сумасшедший просто запах. Сумасшедший. Мы уже протестировали на романе Шахова. В общем, все подробности, конечно, нам Сережа с Алексеем расскажут. Но давайте сначала историю. Аромат называется СОКО. СОКО. А почему? Дело в том, что в песне «Нравишься» Митя Фомина оригинальные версии не слово «сильно нравишься» звучит, а как раз «Как же ты мне СОКО нравишься?» Мне, да. И вот именно, собственно, этому обращению, как, кстати говоря, даже сам Митя преподносит это, что это вовсе не оскорбление. Это межзаметье такое, да, обозначение и выражение своей восторженности, скажем так. Сильной любви. Сильной любви, да, это высшее проявление любви, можно и так сказать. Но, кстати, что касается аромата, ощущение такое именно возникает. Сереж, ну расскажи, пожалуйста, Митя сам тебя нашел, ты сам услышал песню и понял, что хочешь поработать с этим ароматом. Как оно все было? Ну, мы с Митей знакомы давно. Так. Да, и периодически при встречах нас объединяет Алексей Романов, композитор, продюсер, певец. О нем мы тоже поговорили, да. Который очень много написал песен для Мити Фомина. И вот однажды мы при встрече послушали его новую композицию, которая называется «Нравишься». И вдруг как-то почему-то подумали, а как же это могло бы звучать в аромате? И мы задумывались, и Митя говорит, а давайте сделаем. Давайте сделаем. И вот так вот началась кропотливая, скрупулезная работа над созданием этого аромата. И вот это, мне кажется, как раз самое интересное в рассказе, да, потому что сока, и как же, как по-вашему, должен и должна, парфюм же унисекс. Унисекс. Должен и должна сока пахнуть. Вот так вот. Ну, вообще все спонтанно, собственно, произошло. Митя позвонил, сказал, Сергей, давай встретимся. Говорит, скажет, что приедет со мной. Вот, и вечером, помню, был дождь, и мы приехали на его концерт, сидели в гримерке, собственно, обсуждали, привезли там какие-то примерные пробные варианты аромата, которые возможны. И говорили вообще, что мы хотим, кто у нас главные наши будут, собственно, покупатели, на кого мы рассчитываем. И вот этим вечером Митя сказал, что, почему мне называть его сока? Это же достаточно необычно. Провокационно. Провокационно, креативно. Опять же, да. И то, что отражает, собственно, вот это междометие в его песне. Он принимал активное участие? Безусловно. Такое активное, ну, он очень человек требовательный. Намучились, да? Давайте прямо говорим. Нет, не намучились. Мы, я вот тоже, как актер, я отношусь к твоей профессии на 150%, Митя относится так же. И к любым мелочам, что касаемо даже создания аромата, он был не столько капризным, он был требовательным, потому что мы хотели сделать продукт, который будет долгоиграющим и не будет, так сказать, мода выходить на него. То есть песню могут все забыть, но аромат должен остаться. Да, аромат остаться. Это такая ответственность, и мы все это понимали, и поэтому корректировали очень много раз. И Митя корректировал, мы что-то вносили, какие-то свои предложения, с чем-то соглашались, что-то мы убирали, что-то добавляли. И в итоге уже последний момент, когда Митя поехал на съемки клипа для другой песни, и он говорит, ребят, ну вот что-то у нас не то. Вот, мы сейчас подготовили. То есть был момент отчаяния даже такого. Ну, можно сказать и так. Сомнения. Я говорю, мы вот подготовили вариант, возьми с собой, будешь ездить, полетишь, поноси, послушай, как, чего. И он уже оттуда пишет в WhatsApp мне, Сереж, по-моему, то. Случилось. И мы такие, yes! Ну, и дальше запуск. И дальше запуск. Дальше очень много было еще нет по поводу оформления, потому что на самом деле коробка, да, это такой, тоже достаточно очень важный момент. Человек, когда покупает парфюм, первое, то, что видит, это коробка. Конечно, мы обращаем внимание на это. Этикетка, коробка, и у нас коробка, если те, кто попробует аромат и купит его, она сделана из дизайнерского картона. То есть она имеет... Ну, давай, сейчас мы. Да, она, да, показывай, Сережа. Ну, смелого, креативного, на что бы, допустим, мы бы не сподвиглись ни коим образом. Ну, хотя бы даже в названии СООКа наверняка его не резать. Да, название очень креативное. Так, ну, в общем, любопытно. А мне вот интересно, все-таки, чей вариант победил? Я имею в виду конечный вот этот вариант, который был Митя одобрен. Там не было такого, победим мы или победим он. Мы создавали продукт совместно. Должно было быть такое, которое... То, что устроит всех. Я думаю, что в итоге мы это нашли. Потому что, видите, понятно, что там цитрусовые ноты, корицу мы потом вносили дополнительно. Кстати, по роткам, расскажите, пожалуйста, вы это как раз можете, наверное, подробно изложить. Можем. Слива, корица, сухие фрукты, кедр, пачули, ветивер, купаж, мох, конечно же, базилик, купаж цитрусовых. И цитрусовых очень много в разных вариантах. И мандарин, апельсин, и грейпфрут, и даже частичка, ну, лимонов основная часть. А сладость, которая присутствует все-таки, это что дает? Это вот цитрусовые дают. Цитрусовые, да. Это дают цитрусовые. Ну, и как вы решились вот на такую историю, как унисекс? Я же знаю, что он какая-то особенность, но мужской кожи по особому раскрывается, на женской по особому. А женская кожа пахнет мускусом по природе своей, такой афродизиак, который привлекает мужчин. А мужская кожа пахнет амброй, что называется такой мускусный аромат, мускусный запах, тоже афродизиачный, который привлекает женщин. И нанося на него, вот опять же, цитрусовые, абсолютно по-разному звучит. На женщинах по одному, на мужчинах по другому. Это еще благодаря тому, что у нас составит натуральные масла, именно поэтому они звучат на мужской и женской кожи по-разному. Я вообще считаю, что очень удобно, девочки дорогие, можно приобретать, дарить, в общем-то, своим ребятам, мужьям, своим спутникам, так сказать, ну и тихонечко, значит, потом использовать благополучно, да, на себя наносить. Вот этот вариант очень удобный. Но с этим ароматом ты нравишься, вот у нас же слоган на... Да, песня называется «Нравишься салон». Песня «Нравишься», ты же хочешь выглядеть сексуально, привлекательно, в тренде, это именно такой аромат, и с этим ароматом ты нравишься. Ну давайте теперь скорее расскажем, где его можно приобрести, то есть он уже в доступе, уже можно оформлять заказы. Была сейчас выставка «Интершарм», где мы представляли этот аромат в своих новинках, и запустили его уже в сети, в магазины, салоны наших партнеров. Ну и на сайте тоже можно заказать. На сайте сергейгубанов.com можно приобрести этот парфюм и заказать, доставка будет бесплатная. По всей России. И также в магазинах партнеров, они тоже есть у нас на сайте, в разделе «Контакт». Нужно сказать, что до этого момента у Сергея Губанова, значит, были 12 ароматов, да, Серёж, ты поправляй, если что? 12, 13-й был для Николая. 13-й был для Николая, был шоу «Игра», и дальше вот последовал, если говорить по очередности, сока аромат. Если мы посмотрим по цене, по цене сока, конечно, подороже, подороже, с чем это связано? Это просто зависит от количества ингредиентов. Чем меньше купаж, я имею в виду по составляющей, тем, ну, затрат меньше. А тут у нас, ну, работа была глобальная, поэтому он чуть-чуть подороже. Известно ли, как отреагировал Николай Басков уже на новый парфюм? К сожалению, он не смог прийти на презентацию, мы его приглашали, у него сейчас концертная деятельность, и, как мы знаем, что шоу «Игра» продолжается, и по всей России, странам Прибалтики и Бежья. При встрече обязательно ему покажу, дам послушать и спрошу, что он думает на эту тему. Отлично. Друзья, мы продолжим общаться с нашими гостями. Никуда не девайтесь, пожалуйста, прервемся ненадолго. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Программа, друзья, продолжается. У нас сегодня в гостях актер-парфюмер Сергей Губанов, его компаньон Алексей Хренцов. Мы говорим про новые ароматы, вышедшие прямо вот в самое последнее время. Один из них — это сока. посвященный Митя Фомину или как? Совместно с Митей… Нет, это совместно, да, там стоит такой… Давай покажем еще раз коробочку, правильно? Да, вот я покажу коробочку. Написано Сергей Губанов «Энд Митя Фомин». Точно. Называется СООК «Ю-Фу-Ю». Вода для тебя. Это 30% содержания масел. Просто придумали свою библиатуру обозначения парфюма. Не и воды туалет, не и воды парфюма, а и у фу-Ю. И запатентовали это. Вот это как бы такая наша фишка, наш ноу-хау. Ну, Митя сам носит. Конечно, конечно. Получает удовольствие, обалдет. Да. Ну, прекрасно. Спасибо ему, кстати, действительно очень хороший аромат, чудесный просто. Ну и тут практически сразу же следом за СООКой был выпущен еще один парфюм Романов. Да. Презентация его состоялась вот буквально 28 октября, минувшие выходные. На выставке «Интершарм» впервые был аромат представлен. Музыкант, основатель группы «Винтаж», замечательный артист Алексей Романов, с у нас наобласть съемочной группы, мы, кстати, об этом расскажем завтра, да, представил свою сольную программу и вот, пожалуйста, специальные духи тоже. Ну а там, ребята, в чем особенность? Расскажите, отличаются кардинально эти духи? Ну, это, да, там по составу аромат получился совсем другой. И делали мы его чуть дольше все-таки, чем аромат на митя. Чем даже митя, да. И началось это все в прошлом году, когда я приехал к Алексею в гости. Он мне сказал, Сереж, посиди, пожалуйста, чуть-чуть, у меня сейчас работы. Вот через часик я освобожусь. И ушел в студию, в доме студии, ну, как это сказать, на цокольном этаже, да, так как он за городом работает. Я спускаюсь в студию через час и смотрю, он работает. Время, понятно, потерялось, он забыл обо всем. Я не стал его тревожить, просто присел так тихонечко. И я просто обалдел от этой творческой энергии, от этой харизмы, от этой летящести, я не знаю, ну, вот человек творит. Я задумался, думаю, интересно, а как бы это было в аромате? Это вот вдохновение, которое он поймал и которое он держит, это же надо удержать, стараться еще. Это же и муза еще должна быть там тоже. Ну, муза, понятно, да. И вот так вот родилась идея. Я не сказал ничего ему, и мы вот сделали. Только мне рассказал. Это был сюрприз. Да, я сказал Алексею и Виктории, моим компаньонам, мы придумали, что мы сделаем. Очень долго выбирали, очень мучились, так скажем, в сомнениях. По поводу аромата было много вставлено образцов, которые мы хотели сделать. Они как бы с небольшим изменением, но это получился самый вариант, который мы издали. Прямо долгими мучениями собирали фокус-группу, давали им... Опять же тестировали. Тестировали, то есть прям... Ощущение, вот что вот от этого аромата вы чувствуете, что вам напоминает, какие веяния. Ну, Алексей критично относился, вот если даже с Митей сравнивать или... Он обалдел. А, во-первых, от самого происходящего... Мы ему подарили на день рождения, 14 апреля, у него был день рождения в этом году, и мы презентовали именной парфюм для него. А, то есть он вообще не принимал участие? Он не знал ничего, да, это был сюрприз. И он, когда нанес на себя, что это? Это какое-то божество, что это? Это я, это я? Это я? Это вот я, да. И вот. В ваших глазах случилось что-то. Ну, это интересно. Расскажите про те нотки, поскольку у нас нет, к сожалению, в студии возможности попробовать этот аромат. Там он более, скажем так... Вечерней группы. Вечерней группы ароматов. А, кстати, он, этот аромат унисекс или мужской? Он тоже унисекс, но чуть тяжеловатый, чуть тяжелее, чем обычные наши ароматы, потому что там гваяковое дерево, оно имеет специфический аромат. Масло этого дерева имеет специфический аромат. Шафран. Ростки-гвоздики. Апельсин. Хризантема. Продолжайте. Цветочный. Тоже есть несколько цитрусовых нот. Почули есть также. И он абсолютно по-другому звучит. И его тоже... Заинтриговали, да. Его тоже можно посмотреть у нас на сайте, приобрести вернее. И поносить его нужно непременно. Ну и, конечно, я спешу сразу задать вот какой вопрос. Уже поступают предложения от артистов? Потому что концерты впереди много, альбомы выпускают, песни выпускают, артисты новые, появляется все больше и больше. Кто-нибудь уже на очереди стоит, Сереж? Не буду раскрывать секретов, пока мы не будем двигать вперед. Ведет приговоры. Не люблю этих слов все. Ну вот мы сейчас, то, что мы сейчас есть, принесли, скажем так, презентовать аромат, который мы сделали с Митей Феминным. Больше не буду рассказывать. Пусть будет сюрпризом. Пусть будет сюрпризом. Это настолько все тонкая материя. Не потому, что мы такие вот скрытные. Это же как процесс занимает около 9-10 месяцев. Это так, как выносить ребенка. Поэтому все вот эти вот... А потом же я знаю, что ты, кстати, рассказывал, что мало того, что выбрать эти ингредиенты, и состав нужно же, чтобы там еще все сошлось. Конечно, чтобы они быстро, чтобы они заиграли друг с другом, соединились. Молекула слилась с другом молекулы. Это очень тяжело. Все непросто. Ой, ну это очень волшебно и все равно очень приятно. Создание аромата, это вот как будто ты... Ну, это детище. Если говорить об аромате сока, то вы просто упомянули о том, что вы даже для Мити придумали некую презентацию, что это за человек, который наносит аромат сока. Вот если вкратце попросить вас рассказать, какой это человек? Ну, сколько лет, не знаю, ему какой он социальный статус. Вы имеете в виду Пову как аудитория? Да. Креативный, в первую очередь. Молодой, успешный. Энергичный. Да, энергичный, сексуальный, который очень нравится. Молодой душой, прежде всего, наверное, да? Да, потому что в возрасте уже так. Именно так. И те, которые вот понимают, что он нравится, и нужно еще немножечко подчеркнуть это ощущение такой вот сексуальности, и прям наносишь, и ты нравишься. А, потрясающая реклама, друзья. Надо срочно вам послушать, хотя бы для того, чтобы принять решение. Выставки проходят в разных городах уже твоего парфюма, Сереж. Я вот видела, в Уфе ты побывал, например, там достойно сейчас слышала случайно, что в Казань собираетесь отправиться. В Казань собираемся, да. Потому что на Интершарме получили предложение от нескольких дистрибьюторов, которые хотят нас там представлять, и мы поедем знакомиться, что из этого предприятия что может случиться получить. А значит ли это, что дистрибьюторы будут дороже продавать ваш парфюм? Нет, ценовая политика у нас осталась на том же уровне. Четко следим за ценой, как бы у нас в договоре. Прописаны такие технические моменты, но это важно. Хотим, чтобы ароматы наши были доступны всем, и у нас была четкая цена. В этом году уже два года, как существует эта линейка. Алексей, я хотела спросить, он с самого начала с тобой, Сереж? Да. То есть, в общем, тоже был, наверное, среди тех, кто поддержал Сергея? Да, все именно так и было. Сергей вообще рассказал, что собирается сделать в моменте. Поближе к микрофону, пожалуйста. Да, дал послушать первые образцы. Мне очень понравилось. Я как-то заинтересовался. На тот момент у меня не было столько времени свободного, но в плане для того, чтобы заняться именно парфюмом. Потому что ты занимался психологией социальной. Да, работал психологом. Вот так поворотка в жизни. Да, вот так бывает. Настолько мне заразила эта идея, и стало интересно начать работать, и потом как бы психология плавно сошла на нет. Слушайте, ну это интересно. Сереж, а как вот психолог, он какую-то помощь оказывает? Именно психологическое образование? Ну, все нюансы, все тонкости, да. Алексей очень хорошо знает психологию. А влияние ароматов на психику человека, да? Ну, в том числе. Мы это тоже изучаем, да. Как правильно преподнести, как правильно написать, как... Мы же должны понимать, что этот аромат должен нравиться всем, там, определенной категории людей, возрасту. А это особенности психологические, физиологические, и все эти тонкости. Я в них не понимаю ничего. Алексей у нас с этим хорошо справляется. Ну и не надо вникать тебе. У тебя и так достаточно работы. Друзья, мы прервемся совсем ненадолго, и продолжим общаться. Программа «Лучшее в стране». Оставайтесь с нами. А у нас сегодня в гостях актер парфюмер Сергей Губанов. Компаньон Сергея по парфюмерии, по этой самой красивой, очень невероятно вкусной истории. Алексей Хринцов. Мы рассказываем про разные ароматы. Это чудесные, самые новые, свежие. Вот, например, СООК совместно с Миссией Фоминым выпущен аромат про аромат Романов. Поговорили, так называется, да? Да. Также потом «Виз Алексей Романов» написано. «Энд Алексей Романов». Нет, просто аромат Романов. Просто аромат Романов. Тоже история такая серьезная. Сереж, ну, поскольку ты у нас в гостях, в данном случае как парфюмер, но мы не можем опросить тебя и как актера. Представительного. Тем более, что сейчас ты снимаешься в фильме. Да. Для Первого канала. Как он называется, скажи мне, пожалуйста. Он называется «Я жив». «Я жив», да. Да, история про... Все прекрасно помним историю про Сноудена, человека, который оказался в России, до сих пор у нас здесь живет, в силу политических обстоятельств вывез огромное количество информации. Не вывез, а, ну, открыл, дал доступ, доступ к информации, которую, в принципе, насекречивали, да, и так далее. Здесь мы сделали... Мы сделали, потому что я являюсь частью этого проекта, я также за него переживаю, радею. То есть ты там выступаешь не только как актер? Я как актер, но я очень много внес предложений, которые приняты были в плане актерской игры, в плане каких-то там нюансиков. Вот, все получилось, и дай бог, что все случится, в следующем году мы его обязательно увидим. Но эта история, она основана на... Она основана на реальных событиях. То есть это не целиком все-таки, да? Это не целиком про Сноудена, это история про тот момент, когда он оказался у нас в аэропорту в Шереметьево, и как несколько спецслужб разных стран пытались его ликвидировать. И я играю полковника Чедаева, которому дано было задание... Ликвидировать? Сноудена нет. Задержать? Не задержать, дать ему спокойно покинуть страну. Как бы смешно это ни звучало. Все думали, что Россия захочет его ликвидировать, оказалось ровно наоборот. И мы снимали, опять же, в аэропорту Шереметьево, терминал F, именно там, куда он прилетел, именно ту зону, она называется у нас не вход в транзитную зону, вход в транзитную зону, еще не вышел за паспортный контроль, но еще находясь... Прости, прощение. Находясь на территории самого вот этого вот... Ну, еще не российской территории, скажем так. Да, все понятно. У тебя в Инстаграме есть уже, есть на съемочные там площадки какие-то кадры, есть даже видео, есть грим, как где-то подписал, да, чтобы выглядеть свежо, ну, на самом деле, там просто какую-то месиво на лице изобразили, в общем, нам говорят, что это такой боевик, да, в жанре боевика, наверное. Не совсем, это просто история про двух людей, полковника, его жену, ну, семью. Сколько серий? Восемь. Восемь серий. Да, и как ему тяжело совмещать работу, и как он хочет уйти в отставку, это не позволяет, потому что тут есть еще Сноуден, там в фильме он у нас, называется Айсден, ему имя дали такое, ну, как бы созвучно, Сноуден Айсден. Алексей, теперь у тебя вопрос за дом. Скажи, пожалуйста, пока удается Сергею совмещать актерскую работу и парфюмера? Сергей максимально пытается совместить, нет, у него все получается, если когда-то у нас не в офисе, где мы все работаем, занимаемся мы всегда, он на телефоне, у нас есть чат в ватсапе, и, собственно, мы там все вопросы решаем, вот в офисе, как бы я нахожусь телесно, да, Сергей с нами, всегда на телефоне, да, в общем, без проблем. В общем, пока никаких сложностей не возникает. Ну, у нас есть еще девушки наши, из любимой, 42-я улица, с которой мы сотрудничаем, девчонки, привет. Без вас просто никуда. Без вас никуда, как всегда вы с нами, вот, и... А здесь Лариса еще прекрасная. Лариса, сотрудник наш, есть Виктория Кушнирова, третий компаньон, который занимается технической частью. У нас небольшой штат, но мы вот компактно стараемся делать очень много дел. Где-то слышала даже от себя такие точные очень цифры, ты говорила, что ты свою жизнь вот так вот планируешь, ну, благо есть помощники, так составляют твое расписание, где, значит, половина занимает актерская профессия, треть занимает, значит, парфюмерия, еще треть для семьи остается. Примерно процентное соотношение тоже? Нет. Перекос уже наблюдается. Перекос пошел, да, к сожалению, вынужден признать, семье все меньше и меньше, меньше. Как всегда. Как всегда. В таких случаях, да, страдает. Откорю себя, виню себя, чувство вины безумное, но надеюсь, восполню, потому что мы вот в сентябре удалось мне все-таки съездить, мы с детишками отдыхали целую неделю. Целую неделю. Целую неделю вырвали просто из графика. У меня были жуткие скандалы, мы не сходились, у меня было два параллельных проекта, но тем не менее я это сделал, и мы вот без связи, там нет интернета, на этом острове, и прекрасно. Я думаю, себя по-другому вывозить нельзя, только так, в те места, где нет связи, купались, бегали, ели фрукты вкусные, и опять там же я придумал еще один аромат, но не буду говорить об этом. Слушайте, как это здорово. Сереж, супруга, трое девочек твоих чудесных, они пользуются ароматами Сергея Кубонов? Конечно, безусловно. Все пользуются, да, маленькой Кате нравится аромат грин, она подсела на него, это мой, Катя будет пользоваться. Ангелина Средняя, ей очень нравятся Secular и Heart, а Кариша пользуется взрослая, она вот Сока. Сока, я все что, кто же, кто же сделал такой выбор? Сока, ей очень прям подошел по нраву, и вот она им пользуется. Понятно, ну а что касается тебя, Леша, ты какой аромат предпочитаешь у Сергея? У вас точнее, да, правильнее же как? Да, это ваше общее дело? Хорошо, что у нас достаточно много ароматов, всегда по настроению. Ну да, и всем тоже рекомендую приобрести несколько ароматов, потому что действительно это влияет, и когда какое-то грустное настроение, да, хочется какого-то, чего-то солнечного, я всегда использую тоник аромат, у меня любимый, с цитрусами, с базиликом, прям, бодрит, вот, когда что-то хочется на вечер, я прям обожаю речь, и, конечно же, сок, и я им все лето просто, не знаю, плевался. Вот Сергей у нас уже второй раз в гостях, надо сказать, он, да, парфюм приносит нам, вот в таком объеме, в прошлый раз тоже были пробники, Николай Баскова нам дарил игру, но ни разу крем мы так и не увидели от Сергея, между тем, есть, ведь у Губанова еще и крем, какой-то невероятный, фантастический, волшебный, тот, который тонизирует. Он продолжает жить? Он живет, он продается, и вот так же можно на нашем сайте приобрести, вот, я думаю, Сергей в следующий раз, когда еще к вам придет, обязательно его принесет. Конечно, уже прям хочется вот это вот все нанести, и немедленно. Он невероятный, правда. Ну, он планировался для того, чтобы приводить себя в порядок после тяжелых съемочных процессов, ночей, перелетов, чтобы утром можно было нанести на лицо и выглядеть свеженьким, бодреньким, понятно, что усталость, она есть усталость, и мы такой крем сделали. И при этом он тоже и мужской, и женский. Мужской, женский, но там натуральные масла, он небольшого срока годности, потому что нет консервантов. Ни одного, ни одного. То есть по наследству передать не получится? Нет. Если пользуешься, нужно прям пользоваться, пользоваться, то есть не жалеть себя, имею в виду в том плане, что не жалеть на себя, то есть нужно обязательно им пользоваться, потому что все натуральные компоненты. Планируете ли вы расширять линейку? Планируем, у нас весной выйдет еще два аромата, не буду сейчас рассказывать, гендерное предназначение, но линейка будет расширяться, и мы идем вперед. А если говорить не только про парфюмы, а вообще про вот эту бьюти-историю, но вот есть крем, может быть что-то еще в планах? Нет, у нас сейчас в разработке линии одежды, так уж есть как глобальная. Да что вы говорите? Будет, будет. Так что же вы молчите об этом, друзья? Вот ровно как раз о линии одежды Сергея Губанова мы поговорим сразу же после небольшой четырехминутной паузы, музыкальной. Лучшее в стране Программа «Лучшее в стране» продолжается в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы продолжаем общаться с Сергеем Губановым, продолжаем с Алексеем Хринцовым также говорить о парфюмах. Да, друзья, кто, если вдруг пропустил, найдете потом обязательно запись программы про новые замечательные ароматы Сергея Губанова, Суока, совместно с Митфом Романов, какие-то чудесные, совершенно фантастические в нашей стране появились прекрасные духи, аромат, парфюм. Но это, кстати, парфюмированная вода, как это считается? Нет, это, скорее всего, духи экстра-класса. По содержанию масел там около 30%, что делает их достаточно стойкими и насыщенными шлейфами. Это практически нишевая парфюмерия по небольшим ценам. Мне, кстати, очень нравятся цены. Мне нравится, что доставка по Москве бесплатна. Но и другие регионы тоже, по-моему. Да, абсолютно. По всей России. По всей России можно заказать, и мы доставим там ближайшие 3-5 дней максимум. Такого у нас еще ни разу не было. А в 3 дня, да, мы выкладывали. Вот единственное, конечно, что по интернету заказывать, это всегда риск такой. Ну да, как тут быть? Нет, именно поэтому на нашем сайте есть раздел «Контакты», где можно узнать, где можно приобрести, именно послушать наш парфюм в какой-то точке из продаж. У нас больше 50 точек, так что добро пожаловать на наш сайт. Слушайте, как интересно. Мы обещали рассказать про линейку одежды. Ну, хотя бы что-то. Только не вдумайте сказать, что пока все в секрете, в секрете. А хоть что-то мы должны сейчас поехать. Нет, секрета никакого нет. Бренд Сергей Губанов. Мы начали с парфюма и вдруг поняли, что... Это будет унисекс тоже? Нет, это, скорее всего, будет больше мужская одежда. Все-таки, да? Да, и какое-то там немножко направление женское. Потому что у нас женских мастеров и кутюрье, и дизайнеров много, а вот мужской одежды качественно хорошей российского производства нет. Есть, да, такая подиумные варианты, которые в жизни не оденешь. Ну, если только на какой-то специальный случай. А хочется вот такая одежда, чтобы она была качественно красивой и носить в жизни. Для всех и каждого. Для всех и каждого. Не масс-маркет, там вот прям совсем-совсем масс-маркет, который по швам трещит, а нормальную, качественную, недорогую, опять же, одежду хорошего производства. Ну, это что, в основном классика или кэжуал? Смесь классики с кэжуал. И вот был разговор, как раз сидели, обсуждали, сколько у нас должно быть наименований мужской, сколько должно быть наименований женских. Как пойдет? Это нельзя так вот загадать, что 10 таких, 15 таких. Ну, понятно, что, наверное, тоже будут какие-то специально обученные люди здесь принимать участие. Я думаю, что они и Сергей, и Алексей будут рисовать эскизы. Ну, почему нет эскизы? А почему нет? Самое главное — это придумать, скреативить, как произвести. правильный ТЗ, так скажем, составить, а дальше уже отдать специалистам. Все равно какой-то определенный макет мы нарисуем сами. То есть, ну, поэтому есть видение там, да, человека, который придумывает какую-то... Ну, это молодцы. Не останавливайтесь на достигнутом. Мы движемся все время вперед, вперед, вперед что-то делать. Вот уже за два года опыт большой, все равно, потому что постоянно работаете с парфюмерией. Вы можете сразу сходу определить, вот какой аромат пойдет женщине или мужчине? Ну, я уже, да, могу определить, когда на выставке подошла женщина. Вот что вы мне порекомендуете? Прекомендуйте, да. Как всегда, что вы мне порекомендуете? Я говорю, порекомендовать я могу много что. А этот аромат. Но, да, вот тут вот с этим ароматом вы будете неотразимы. И они прислушиваются. Но на каждой же коже по-разному раскрываются ароматы как. Значит, ты, Сергей, должен уловить аромат сначала кожи этой женщины, а потом уже порекомендовать? Ну, я визуал, я не по осязанию, да, ориентируюсь, а вот то, что я вижу. В целом, да. Подошла женщина, ну, средних лет, и вот что вы мне порекомендуете? Именно такое не вечернее, не тяжелое, не легкое, не сладкое. Хорошо. В то же время я говорю, вот этот аромат прекрасно подойдет, вы можете его носить и днем, и вечером, и утром, и будете великолепно в нем выглядеть. Она говорит, да, ну попробуйте, удивите меня. Да, это он, это аромат Рич. И забрала все до последнего флакона. Прошла. Ну, практически так и было, да, она приобрела себе, потом приобрела подруге. Очень долго выспрашивала, я все рассказал, заинтересовался, как в России наконец-то есть парфюм. Я говорю, есть. Да, много где есть, но того качества и вот то направление, которое мы брали, есть только у нас. У нее по демократичным ценам нишевая парфюмерия хорошего качества. А бывали ли такие случаи, когда вам приходилось как-то вот советовать, что, и говорить, что вот этот аромат вам не очень, а вот лучше возьмите вот мой. Ну, я имею в виду, когда вот что-то совсем, совсем на человеке неприятное, нехай мне что-то такое нанесено, и с ним не сочетается никак. Ну, нет, я такого никогда говорить не буду, потому что каждый, каждый видит сам по-своему себя, что вот бывает, да, приходит блондинка, она не аромат, тот, который носит восточные женщины в чадре. Ну, я же не смогу сказать, не бери тот аромат, не пользуйся, мы возьми наш. Я мягко подведу к тому, что вот такой солнечной девушке нужно весенние такие фруктово-легкие ароматы, вроде как рейн наш, где груша, сирень, персик, маракуйя и так далее. И, да, смотрю, она прислушивается, да, действительно, а почему я такое носила? Я вот буду этот носить. Вот это правильно, я считаю. Да, это очень мягко, тактично, да, и вроде бы совершенно не обидно. Ну, мы же со стороны себя плохо видим. Нам же нужен человек, который подскажет. Ну, в общем, да, и самое главное, чтобы это только было искреннее пожелание, не пожелание испортить, да, чтобы человеку со всем окончательной репутацией и всех отмести метелкой. Конечно, традиционный вопрос, я думаю, который вам задают часто, я просто это видела, и различные журналы обращаются, как правильно носить духи, аромат? Алексей, расскажи. Алексей! Ой, есть ты. Сережа подустал. Меня все время ругают, потому что я ношу так, как мне удобно, вот на запястьях. Ты делаешь неправильно? Да? Ну, я люблю, чтобы он у меня звучал, вот я руками больше разговариваю, ну, так как я пожелский человек. Мне нужно, чтобы я вот от запястья вслушал вот этот аромат облака, но, в принципе, это не совсем правильно. Теоретически, Алексей сейчас... Я вообще не люблю такое понятие правильно-неправильно, но я считаю, что носить аромат это абсолютно тоже индивидуальная вещь. Я вообще ношу просто на тело. Она чистая, после души тела. И многим тоже рекомендую. Потому что есть некоторые ароматы, они с таким красителем, он настоящий, натуральный, но надежде он может на белый особенно оставить какой-нибудь небольшой цвет. Поэтому зачем? Если можно этого избежать. Поэтому нанести просто на тело. Все, там какое количество уже... А вот да, как раз количество. Какое количество, конечно, рекомендуется все-таки не перебарщивать. Ну, чтобы не было тяжело другим рядом с тобой находиться. Все должно быть в меру. Потому что наши ароматы не из натуральных масел, их сам хозяин, который несет, носит, он их не слышит, но слышат все окружающие. Это правда. Как-то несправедливо немножко, потому что хочется же тоже и самому ощущать это. Ну, это первые полчаса, а потом с этим ароматом свыкаешься. Это хорошо, если ты не слышишь сам свой аромат, значит, соответственно, твоя психика говорит о том, что все комфортно, никакие рецепторы не срабатывают, раздражение, и тебя все устраивает. Значит, это твой аромат 100%. У нас совсем немножко времени осталось, но я бы хотела все-таки, чтобы вы как-то так коротко, но очень достойно, как, в общем, это и положено, еще раз всем рассказали, почему именно Сергей Губанов парфюм и For You, почему? Почему? Почему Сергей Губанов? Да. Ну, понятно, что все, не буду кривить душой, случилось из-за того, что цены на любимый аромат подскочили. Нет, я даже не историю, это мы знаем, как ты все понимаешь, почему мы должны выбрать именно твой парфюм. Потому что это то, что я ношу сам, а я всегда, как говорится, лицо, я требовательный человек и к себе самокритично отношусь и тем более в творчестве и в жизни. Я люблю то, что я делаю. И мы сделали ароматы, те, которые мне не стыдно носить самому, я их ношу. А я рекомендую, потому что я отвечаю за это своим лицом, я отвечаю за это своей фамилией, потому что это бренд Сергей Губанов, и никто не останется разочарован, каждый найдет свой For You. А если говорить про аромат страны FM, как вы думаете, какие нотки там должны присутствовать? Мне кажется, там должен быть миндаль, шоколад обязательно, ваниль, зелененьких, ну, наверное, лайм добавим и кедр. Не сговаривайте. Все, не будем выдавать. Не будем выдавать. А вдруг, да, получится. А тут сейчас уже записываю, ну, как, знаете, может быть, когда-то такой чудесный аромат, мне уже нравятся ингредиенты. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное, друзья. Вот, пожалуйста, сока, ароманов. В общем, выбор очень большой, и как правильно, Сереж, сайт называется, где можно заказывать, читать, подробнее узнавать? Сергейгубанов.com Все очень просто. Там можно сделать все, заказать, посмотреть, вся информация есть. Спасибо большое, Сергей Губанов, Алексей Хренцов. До новых встреч. Ждем вас всегда с огромной радостью, ребят. Спасибо большое. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока. Лучшее в стране.